Баскетбольный центр «Химки» На большой перерыв «Химчане» ушли с преимуществом в 9 очков, но увеличить отрыв так и не удалось. Более того, в четвертой четверти счет почти сравнялся. На последних минутах матча «Химки» опережали «Цмоки» Минск всего лишь на 3 очка. Удачный бросок белорусов мог решить исход игры. Но несколько ошибок соперника позволили желто-синим одержать победу. Финальный счет 77-73. Самым результативным игроком встречи стал центровой белорусского клуба Александр Гаврилович. У «Химок» больше всего очков набрали форварды Энтони Гилл и Сергей Моня. Игра супер. Мне очень понравилась. Очень напряженная игра. До последних минут мы не знали вообще, какой будет счет. Но в итоге «Химки» победили, и это круто. А что больше всего понравилось? Что «Химки» лучшая команда. Игра была гораздо лучше, чем игра, которую мы видели с ЦСКА. И очень здорово, что ребята так все не раскрывались. Очень нам понравилась игра Зайцева, нашего любимчика с некоторых пор. Мне казалось, что с этой командой наши разберутся намного проще и быстрее. Но тем не менее, эмоции как всегда зашкаливали, и было невероятное удовольствие. Так что спасибо большое команде за игру. «Химки» одержали 8 побед из 8. И сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Следующий матч Единой лиги ВТБ «Желто-синие» сыграют на выезде. 2 декабря встретятся с Нижним Новгородом.